В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. Я и мои коллеги в ближайшие 20 минут расскажем вам о главных событиях этого дня. Сдача в эксплуатацию сада Яслей в Кармановке откладывается. Контракт с подрядчиком будет расторгнут. Новые идеи и обмен опытом в Ненецком округе прошли дни инноваций. Участниками стали предприниматели в сфере IT. Фитнес городских улиц. В нашем эфире расскажем про популярный вид гимнастики, выполняемый на турниках, брусьях и других конструкциях. За прошедшие сутки в Ненецком округе зарегистрировано три случая заболевания коронавирусом. Такие данные на утро 24 декабря приводит региональное управление Роспотребнадзора. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрированными случаями заболевания COVID-19 являются 757 подтвержденных случаев. По данным медицинских организаций, за истекшие сутки выздоровели 14 пациентов. На сегодняшний день на лечении под наблюдением с диагнозом COVID-19 подтвержденными результатами ПЦР лаборатории уровня референс находится 41 пациент, в том числе один бессимптомный носитель. Из них в стационаре получают лечение 15 человек. Находится на амбулаторном лечении 26. Переправу через Печору в районе села Устюса планируют открыть к 10 января. Об этом сообщает информационное агентство НАУ-24 со ссылкой на компанию «Темпдорстрой», которая отвечает за обслуживание участка. Так, в эти дни продолжается искусственное намораживание ледовой переправы в районе села Устюса. Работы ведутся в две смены. Используются 10 мотопомп. Об устройству благоприятствуют крепкие морозы. Толщина льда на Печоре в эти дни составляет 60 сантиметров и до 10 сантиметров в самом тонком месте. Также в организации сообщили, что после открытия движения в районе переправы будут установлены дорожные знаки. Водители просят обращать внимание на ограничения по весу. В прошлом сезоне, когда грузоподъемность ледовой переправы составляла всего 3 тонны, несколько грузовиков ушли под лед. Добавлю, этот участок республиканского зимника открывает путь на Большую землю жителям и предпринимателям Ненецкого округа. Ледовой переправой они смогут воспользоваться после открытия зимника Наринмар-Усинск, строительство которого началось в минувшее воскресенье и планируется завершить во второй половине января. Сдача в эксплуатацию сада Ясли в Кармановке откладывается. Контракт с подрядчиком будет расторгнут. Об этом заявил губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный во время выездного совещания по городским стройкам. Вместе с главой региона на долгострой побывала и наша съемочная группа. Ольга Руссул продолжит тему. Новый Ясли-сад. Согласно проекту, здесь должны были появиться просторные теплые группы, музыкальные и физкультурные залы, кабинет психолога и многое другое. Сдать объект в эксплуатацию для самых маленьких жителей города, а это дети от года и старше, планировалось еще в ноябре этого года. Но пока открытие задерживается на неопределенный срок. Последний раз рабочих на этой строительной площадке видели больше трех месяцев назад. Объект заброшен, нет даже сторожа. По словам исполняющего обязанности руководителя профильного департамента, перед подрядчиком была поставлена задача – заколотить ставни, двери, обеспечить безопасность объекта. Но застройщик поручения попросту проигнорировал. Техническая готовность здания 54%. Здание не готово. На объекте люди не работают. Значит, нет полной комплектации. Да их здесь и не было, похоже, давно. Здесь их и не было, да, уже месяца как три. Материалы отсутствуют для завершения строительства. К слову, контракт до сих пор не был расторгнут, только потому, что подрядчик попросил шанс на устранение недостатков. Мол, мобилизуют силы и наверстают сроки. Однако кредит доверия исчерпан. Красную ленточку перед входом в это детское учреждение должны были перерезать 15 ноября. Даю вам поручение. Во-первых, начать процедуру расторжения. Если мы увидим, что там какие-то нарушения, передать все эти документы в соответствующие органы правоохранительные. И в двухнедельный срок предложить какое-то решение, что мы делаем с этим объектом. Юрий Бездудный отметил, что вчера во время Госсовета президент обратил внимание в приоритете интереса жителей страны. А открытие этих яслей с нетерпением ждут самые маленькие горожане. К тому же объект входит в программу национальных проектов. Переменяйте санкции к подрядчикам. Это будет наука для всех остальных подрядчиков. Вот этот объект, он у нас в проекте. Сюда дети должны были уже пойти. Напомню, что контракт на строительство яслесада был заключен 9 января 2019 года. Стоимость объекта составляет порядка 109 миллионов рублей, из которых 36 – федеральные средства. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Новые идеи и обмен опытом. В Ненецком округе прошли Дни инновации. Мероприятие проводилось второй год и собирает на своих площадках предпринимателей в сфере IT и участников регионального кластера информационных технологий. Серия семинаров при поддержке Фонда содействия инновациям прошла в Центре развития бизнеса. Александра Литкова расскажет подробнее. Компания MIT Now на рынке почти 9 лет. Основная сфера ее деятельности – информационно-телекоммуникационные услуги, а также поставка программного обеспечения и оборудования ведущих мировых и отечественных вендоров. Наша компания была образована в 2012 году. Основной вид деятельности нашей компании – это информационная технология. И все, что с этим связано, в том числе телемедицина, на текущий момент компания насчитывает 17 сотрудников. Телемедицина является отдельной компетенцией компании. В этом году на развитие этой отрасли компания получила грант Фонда содействия инновациям в размере 10 миллионов рублей. Наш грант направлен на то, чтобы доработать одно из наших решений. У нас есть свое собственное решение – телемедицинский кабинет, который мы тиражируем, в том числе и в НАУ, и за пределами НАУ. И доработка его заключается как раз программная. Это контроль качества оказания медицинских услуг с применением дистанционных технологий, телемедицинских консультаций. Реализация проекта позволит улучшить качество оказания медицинской помощи жителям округа и не только. У нас в команде сегодня для реализации данного проекта привлечены еще специалисты. Мы активно сотрудничаем с данным направлением с Сеченовским университетом, с Институтом цифровой медицины и с несколькими организациями из Республики Татарстан. В рамках Дней инновации Евгений Тимошин провел семинар по программам Фонда содействия инновациям на тему «От идеи до реализации». В этом году к мероприятиям подключилась также Ненецкая компания электросвязи. Директор учреждения Владислав Песков в рамках семинара «Разработка новых инновационных проектов в IT» предложил студентам средних специальных учебных заведений научить Яндекс.Станцию общению с пожилыми людьми. Дни инноваций проводятся в Ненецком округе во второй раз и становятся площадкой для обсуждения успешных IT-проектов и обмена опытом среди участников регионального кластера информационных технологий. Также в рамках открытия Дней инновации состоялось награждение финалистов конкурса «Умник НАО-2020». Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Приближается самый добрый семейный праздник. Предновогодняя пора – это время чудес, время, когда в волшебство верят не только дети, но и взрослые. В следующем материале мы расскажем, как приложить руку к созданию сказки и помочь сделать кого-то счастливее. Куклы, роликовые коньки, грузовики, лыжи и даже вигвам. Все эти подарки ждут маленьких мечтателей, которые написали самые сокровенные желания в своих письмах Деду Морозу. Ежегодная благотворительная акция «Елка желаний» – это настоящее чудо для тех детей, кому в силу жизненных обстоятельств необходимо сохранять веру в новогоднюю сказку. На сегодняшний день у нас 113 писем от детей. И на все 113 заявочек нашлись благотворители, которые это желание новогодних детей осуществляют. Естественно, письма поступают еще и до конца года. Мы всегда говорим о том, что первоначально мы рассматриваем особо сложные ситуации. То есть детишки, которые по ряду причин лишены такой возможности. Поэтому осуществляем мечты в первую очередь, конечно, их. Помощники Деда Мороза, предприниматели, органы власти, организации «Просто неравнодушные граждане» осуществляют детские мечты с максимальной точностью. Но сотрудники комплексного центра социального обслуживания с радостью принимают и те подарки, которые принесли не по заявке, а просто так, от чистого сердца. «Столько много просто по-человечески добрых людей в нашем округе. Это всегда радует, потому что сделать чудо, да еще ребенку, который в этом нуждается, я считаю, что это какая-то высокая нравственная ответственность». Подарить праздничное настроение ветеранам Великой Отечественной войны и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, можно, приняв участие в акции волонтеров Победы «Подарок от сердца». «Это самодельные открыточки, может быть, не знаю, поделки какие-нибудь. В прошлом году нам ребята из третьей школы прям елочки такие большие, объемные делали, очень красиво было ветераны, прям в восторге от них были. Ну что-то такое, что вот прям от сердца, то есть ты делаешь своими руками, соответственно, ты что-то туда вкладываешь в этот подарок». Но дарить можно не только что-то осязаемое. Порой самый дорогой подарок – это яркие положительные эмоции. Так многие предприниматели города проводят благотворительные мероприятия для подопечных Центра содействия семейному устройству «Наш дом». «У нас в округе вообще один такой социальный объект, и можно сказать, что на регулярной основе нас приглашают куда-то различные организации, различные учреждения. Вообще каждый рад, каждый в округе, наверное, каждая организация, у которой есть возможность, она рада нам помочь, с удовольствием помогает, зовет наших детей активно принимать участие и за это, соответственно, поощряет. Мы им за это тоже очень благодарны». Присоединиться к волшебникам может любой предприниматель, вне зависимости от направленности своего дела. Главное – делать это от чистого сердца. «На внутреннем каком-то состоянии, когда у тебя что-то есть, тебе как-то хочется этим делиться. И, соответственно, мы подумали, что почему бы не собрать группу, для которой мы проведем игру. То есть как бы и ребята попробуют, что это такое, и нам как бы на внутреннем уровне как-то хорошо». Недавно в нашем городе появились больничные «Доброклоуны». Они приходят к тем, кому необходим позитивный настрой. Дети и взрослые с особенностями здоровья, одинокие люди счастливы таким гостям. А накануне Нового года «Доброклоуны» поздравляют с наступающими праздниками и передают памятные подарки, сделанные учащимися школ города. «Самый главный позитив – доброта. И, скорее всего, что, может быть, в сердце, тоже какой-то отклик найдется у того человека, к которому мы приходим. Я думаю, что это самое главное, конечно, хорошее настроение». «Творить добро несложно. А иногда достаточно просто уделить время, обнять и сказать добрые слова человеку, который в этом нуждается. И, может быть, именно это станет для него настоящим новогодним чудом». В эти дни во всех отдаленных населенных пунктах округа встречают сладкие рейсы. Новогодние подарки из заполярной столицы в этом году прибывают благодаря традиционным спонсорам – нефтяным компаниям. Их получают победители школьных олимпиад, активисты школьного, молодежного и волонтерского движений, а также ребята, достигшие высоких результатов в учебе и спорте. В этом году в условиях распространения коронавирусной инфекции и запрет на проведение массовых мероприятий возможности провести полюбившуюся в традиционном формате губернаторскую елку у администрации округа, к сожалению, нет. «Единственное, мы не будем собираться в одном зале и вручать эти подарки. Но подарки для детей, одаренных детей, детей, которые хорошо учатся от губернатора, они дойдут во все населенные пункты». Подарки для самых активных окружных детей на этой неделе доставят во все школы города и населенные пункты округа. Большая часть уже отправлена, остальные находятся на стадии формирования. Вручать презенты традиционно будет Дед Мороз и Снегурочка. Конечно, с соблюдением всех санитарных норм. «В этом году при поддержке губернатора Нинецкого автономного округа Юрия Васильевича Бездудного, при поддержке компании «Нидропользователь за рубежнефть» нам в округ доставлено тысяча подарков для данной категории детей. В двух возрастных категориях – это первый, девятый класс – это сладкий подарок, и десятый, одиннадцатый класс – это, соответственно, уже более такой существенный подарок для детей». Напомним, губернаторская елка – это праздник для одаренных детей на ум, который традиционно проводится в конце декабря. Он организуется в первую очередь для детей-сирот, победителей предметных олимпиад, активистов школьного, молодежного и волонтерского движений, ребят, достигших высоких результатов в учебе и спорте. В прошлом году губернаторские елки посетило порядка одной тысячи детей. Что же касается малышей, которые в силу своего возраста не успели проявить себя, это дети от одного года, не посещающие детские сады. Их подарки ждут в региональном комплексном центре социального обслуживания населения. «В этом году замечательные подарки. Они состоят из конфет, большая шоколадка. Также к подарку идет наклейка снежинки, которые дети могут поклеить на окна, ну и создать себе новогоднее настроение. Подарки эти предоставляются неорганизованным детям, выдаются в нашем отделении, которые не посещают детские сады. Родители приходят с предоставлением документов, это паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка и свидетельство о регистрации проживания ребенка». Подарки можно получить по адресу улицы Рабочая, 18, кабинет номер 14. Время выдачи с 8.30 до 17.30. Всего для данной категории предусмотрено более 600 праздничных наборов. Любовь Пермякова, Антон Ведряков, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Фитнес городских улиц. Так говорят про воркаут. Популярный вид гимнастики, выполняемый на турниках, брусьях и других конструкциях. В нашем городе тоже есть представители этой субкультуры, но в силу климатических условий на улице их можно встретить нечасто. Наша съемочная группа побывала на тренировке и выяснила, чем же привлекателен этот вид спорта. Слово Екатерине Дементьевой. Сейчас выполняем простую связку. Это склепка, оборот. Олли, перепрыгиваешь аккуратно. Виталий выбрал воркаут 6 лет назад. Случайно увидел, как ребята выполняют различные элементы на турниках. Начал заниматься сам, собирать вокруг себя единомышленников, а со временем и помогать другим. Год назад я решил для себя, что я хочу его продвигать, потому что он очень хорошо развит у нас в России, так и за рубежом, то есть в Европе. А у нас на Римаре как таковой федерации даже не было, соответственно. Площадки ставят, но люди там особо и не занимаются. Вот и кто, если не я. В ноябре этого года в Ненецком округе появилась федерация воркаута. Теперь ребята могут принимать участие во всероссийских и международных чемпионатах, представляя наш регион на высоком уровне. Расти здесь есть куда. У этого вида спорта 7 разрядов, двигаясь по которым можно получить звание мастера спорта. Придя в воркаут всего 7 месяцев назад, Василий уже добился определенных успехов. Из минусов этого вида спорта выделяет только один основной – постоянные мозоли на руках. В детстве занимался постоянно. Турники, брусья. Это то, что это легко доступно всегда. Лично мне нравится то, что он активный такой. То есть в любое время, можно в любом месте позаниматься. Очень сложно, но это нет. Ребята уверены, воркаут – спорт для всех, вне зависимости от возраста и телосложения. Алексей пришел в воркаут в 12 лет. За 4 года постоянных тренировок он стал одним из лучших спортсменов нашего города в этом направлении. Если, проходя мимо уличных турников, вы увидите, как кто-то делает элемент солнышка, скорее всего, это Леша. Я раньше видел, как взрослый юрий занимается, и тоже хотелось научиться этому. Самое сложное – это большие обороты, без лямок, без страховки. Ну а так, самое сложное я еще не выучил, это самые простые. На изучение и доведение до идеального исполнения нового элемента могут уходить месяцы постоянных тренировок. Главное – регулярно и упорно заниматься. Мы всегда друг за другом влияемые. У нас даже, если кто-то элементы выполнил какой-то, который он трудно старался добиться этого, он выполнил, и мы все радуемся хлопаем. Даже бывают такие моменты. Воркаут отличается своей доступностью и функциональностью. Он развивает координацию, силу, гибкость и выносливость и задействует все группы мышц. Но только ребята, которые всерьез занимаются на турниках, знают, какая работа стоит за элементами с красивыми названиями «Выход принца» и «Походка бога». Екатерина Дементьева, Владислав Носкин, телеканал «Север». Это были новости на телеканале «Север». Далее смотрите прогноз погоды.